В эфире новости Мордора. Мы ничего не придумываем, мы только информируем. На этой неделе Кремль, наконец, облегченно выдохнул. Ему явно похорошело. Все-таки почти половина пути к мировому господству уже пройдена. Роддом в Мариуполе разбомбили и парочку мирных поселков, где украинская армия просто не оказалась, оккупировали. До полного достижения мирового господства остались всякие мелочи сущие. День победы над роддомом можно вносить в реестр государственных праздников. Эвакуация роженец из-за горящих обвалов оставила массу чепчиков, простыней, клеенок и всяких акушерских аксессуаров. Так что будет что кинуть в торжественном марше к подножию мавзолея. Вдохновленная руинами мариупольского роддома и воплями окровавленных теток, пропаганда перестала, наконец, скромничать и уже почти открыто заявляет, что конечной целью спецоперации является даже не вся Украина, а весь мир, который станет русским в ближайшее время. Тогда с интернетом, с долларами, с наукой, с прогрессом, с медициной и другим злом будет везде и навсегда покончено. Восторжествуют идеи путинской конспирологии, все бездуховное и нерусское будет затоптано железными лаптями Кремля. Симптомчики все очень-очень-очень знакомые. И как прекрасно, что они вылезают. Как здорово, что Кремль вообще перестал маскироваться и уже без всякого стеснения переселился в свои же собственные галлюцинации. Вот там ему действительно комфортно. Там гремит победоносная и точечная спецоперация. Там рукоплещут и склоняются перед его ржавым величием и военным гением Шойгу все народы мира. А Путин там величайший политик. Вселенный, спасающий мир от нацизма. Остались вообще пустяки каким-то образом заставить сотни миллионов человек признать бредовые галлюцинации реальностью и заставить людей жить по странным законам, полностью переписанной психиатрией. Это был фрагмент видео с участием Александра Невзорова. Напомню, что бывший ведущий легендарных 600 секунд на ленинградском телевидении Невзоров был в свое время вполне лоялен к власти. Продолжение следует...